К нам присоединяется Надана Фредриксон, известный репортер Надана. Привет, привет, Ваня. Я знаю, что я тебя размешила, цитировать не буду. Не будем цитировать все-таки. Ты знаешь, с утра, вот когда речь зашла про Йемен, бомбардировки, сразу думаем, кого бы позвать, кучу фамилий. Ты подумал обо мне. Я подумал о тебе в последнюю очередь, представляешь. Надана подумал я, уже когда шел эфир, написал, давайте в последний блок я выведем. Ну, тебя как эксперта по региону в том числе, конечно, надо расспросить. О ком ты первым подумал? Ой, там были Егорченков, там была масса фамилий, только не ты. Понятно. Ну, я не очень удивлена, но да ладно. Да, но никто не подумал, ты не обижайся только на меня. Никто не вспомнил про тебя этим утром. Итак, кроме меня. Итак, Надана Александровна Фредриксон с рассказом про Йемен и про проклятых американцев, которые по нему сейчас наносят удары. Слушай, мне не кажется, что Хуси-то это хорошие парни, но с другой стороны, получается, что те удары, которые наносятся по ним, они наносят ответ, это нам все выгодно, нет? Разве? Нам ты имеешь в виду Россию? Ну-ка, нет, нам с тобой. Нам с тобой-то точно. Вот вообще параллельно, где мы, где Хуси-то, да? Вот именно. Смотри, по поводу хорошей или нехорошей парнии. Я тоже не готова сейчас сорвать на себе тельняшку и кричать «Хуси-то форево», набить именно на левой груди их профили. Но давай тоже смотри правде в глаза. Хуси-то все-таки, в отличие от многих, включая ливанскую хизбалу, стали хоть что-то делать на практике на земле, чтобы поддержать, например, народ Палестины. Они хотя бы попытались показать, что они не согласны с тем, что Израиль утюжит сектор газа. А когда лидер ливанской хизбалой выступил со знаменитым обращением пятничным, мы получили кадры из арабского интернета, как они бросаются тапком в его заявление, поскольку он ничего нового, по сути, не сказал. Но надо понимать, хуси-то не сами по себе. Это не хуси-то против американцев, а американцы против хуси-то. Это Иран? Да, конечно. Это американцы против Ирана. И вот это удивительно, потому что вообще война, в которую американцы сейчас ввязываются, они ввязываются. Я не думаю, что это локальная стычка, которая завтра закончится. Они сейчас влетают в жир ногами по самой «не хочу» в большую историю на Ближнем Востоке. Война на Ближнем Востоке обычно вотчина республиканцев. Я сама сидела и ждала. Я видела, что пляски вокруг Ирана нездоровые уже ведутся. И ведутся давно, с момента протестов год назад. Американцы старательно качали ситуацию в Иране. Но я считала, что как только республиканец победит в Америке, тем более Дональд Трамп, который называл Иран террористической страной, что вот тогда начнется война на Ближнем Востоке. А демократы больше рулили к эскалации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И тут неожиданно. Демократы, по сути, начинают уже эскалацию против Ирана через Хусида. Есть мнение, его Георг Мирзоян в том числе озвучил, у меня сейчас в эфире. Я его повторю, поскольку согласна отчасти с ним. Тут история похожа, что Иран заманил американцев в эту самую эскалацию. Потому что начать перекрывать артерию торговую, через которую проходит 30% контейнерных перевозок, это действительно серьезный раздражитель для американцев. И если Иран через Хусида стал затягивать американцев в эту эскалацию, значит, Иран готов к долгой конфронтации. Потому что Иран тоже наблюдал нездоровые пляски вокруг себя, значит, Иран к ним готов. И это объясняет, почему 4 января американцы нанесли удар очередной в Багдаде. У них традиция. Каждый год они начинают с того, что кого-нибудь убивают в Багдаде. Вот Косе Мусульмане, они били в Багдаде при Трампе. 4 января они ликвидировали высокопоставленного командира полевого из иракской группы, но который является проводником иранских интересов в Ираке. И многие посчитали, что это серьезный тревожный колокольчик. Потому что американцы считают, что проиранские силы в Ираке могут дать жару их интересам и в Сирии, они по-прежнему в Сирии находятся, и могут повлиять на эскалацию Израиля и Хамаса. И вот это стало окончательным таким триггером, что американцы попадают в сложную ловушку. Иран, видимо, смог в эту ловушку их заманить. Это в том числе объясняет, почему конец года Блинкин, как ни в себя, проводил на Ближнем Востоке. Американская пресса писала, что администрация Байдена требует от Нетаньяху уже закончить эту эскалацию из Хамаса и перестать утюжить мирных жителей. Вдруг команда Байдена подумала о палестинских детях. Как же это трогательно. Похоже, они понимали, что они могут попасть в ловушку. Пытались из нее вырваться, но не успели. Потому что Нетаньяху все-таки, как мы помним, газу продолжает утюжить. И Сахал продолжает это делать. Как они сейчас будут вылезать, не очень понятно. Упала новость, что Блинкин, который до сих пор на Ближнем Востоке, вот тоже гений дипломатии, попытался договориться с Катаром, Египтом, Саудовской Аравией, чтобы они поддержали американцев против хусидов. У меня вопрос. Товарищ Блинкин, вы вообще в своем уме? Не надо быть дипломатом и заканчивать высшее учебное заведение. Любая поддержка сейчас американцев против хусидов в арабском мире будет считываться как косвенная поддержка Израиля. Это какая-то исламская страна сейчас на такое подпишется. Вот чем надо было думать? Это все потому, что он гемо не заканчивал. Ну, видимо. Другое дело, что понятно, что он торговался деньгами. Понятно, что тому же Египту он мог предлагать только одно. Поддержите нашу коалицию против хусидов, а мы вам сгрузим бабла. Но еще раз, любая страна на Ближнем Востоке, которая сейчас косвенно поддержит Израиль, подписывает себе смертный приговор. Никакие деньги им это не перекроют. Поэтому, конечно, вся попытка Блинкина эту коалицию расширить провалилась треском. И вообще по поводу их коалиции. Пока удары наносят американцы и подтягивают ногу Британии. Остальные страны, которые они втащили в эту коалицию, как бы пока стоят в стороне и не очень хотят быть замазанными вот этой войной, по сути, против Ирана. Еще раз, это не война против хусидов. Это война против Ирана. Европейцы, например, вообще не хотят, чтобы эта эскалация была. Потому что считают, что рано или поздно до иранского газа они таки доберутся. Особенно, когда стараниями американцев им отрубили российский газ. Но в итоге их затягивают. И тут самое смешное получилось с Ллойдом Остином. Я в эфире КПН в рамках своей программы говорила, что я не верю в историю, что он никого не повестил о своей больничке. Более того, я считала, что это специально вбросили, чтобы переключить общественный гнев американцев. Потому что тема Ближнего Востока тоже их триггерит периодически. Особенно на фоне украинской повестки. Но я также считала, что Ллойд Остин хотел по больничке съехать. Не хочет он быть замазанным в этой антииранской истории. Потому что она фигово для американцев закончится. Там все равно бонусы они не соберут. Куситы дадут им жару, и это будет имиджевый удар. А даже если они будут кричать, что Иран нам дал жару, это тоже имиджевый удар. Потому что, ребята, страна, против которой вы вводили санкции все эти годы, как не в себя, вам дала жару. Грош цена вашему санкционному давлению. Это все равно имиджевый удар. И Ллойд Остин, как я думаю, пытался с этой темы соскочить. Уехать в больницу, рассказать, что он не при делах. Но сегодня СНН его вписали в историю и сообщили, что он в больничной койке управлял этой операцией. Я тут искренне Остину посочувствовала, потому что его попытка съехать, вежливо говоря, не получилась. Кроме шуток, эскалация, я думаю, затянется. Это не история одного-двух дней. И я не уверена, Вань, возвращаясь к твоему финальному вопросу, что нам это выгодно. Потому что любая большая война на Ближнем Востоке, это все-таки большие риски и много смертей. Но Украине-то меньше денег будут поставлять, очевидно. С этой-то точки зрения. Во-первых, тоже не факт. Вот Георг Мирзайев мне тоже сегодня говорил, что это хорошая новость для всех нас. Я в этом сильно не уверена, потому что контракты на поставку Украине всяких разных вооружений были подписаны заранее. И ВПК уже отрабатывает эту повесточку. Во-вторых, американцы там европейцев тормошат. Давайте-ка вы будете Украине поставлять ваши леопарды и прочие винтовки. В-третьих, Британия заявила, что они свой ВПК прокачивают за счет Украины. И Дэвид Кэмерон заявлял, что они продолжат поставки. Дайте им только немножко времени. Поставки на Украину продолжатся. А то, что эскалация на Ближнем Востоке может рикошетом задеть и нас, тоже факт. Мы по-прежнему находимся в Сирии. Мы продолжаем, асаду, помогать решать некоторые вопросы. Понятно, что любая эскалация вокруг Ирана может перекинуться на Закавказье. На Центральную Азию. А это уже вызов и нашим интересам тоже, и нашей безопасности. Поэтому я тут не смотрю с аппетитом и восторгом по поводу этих плясов. Кроме того, любая попытка действительно качнуть Иран приведет только к одному. Опять поднимут голову боевики запрещенные в России организации ИГИЛ. Которые, опять же, локально где-то там еще бегают. Они очень любят подобные вещи. И в этот момент каким-то странным образом они начинают от кого-то получать оружие. Меня это не очень радует. То есть, получается, ты коротко об этом сказал, давай уточним. Это продолжение прошлого концерта, когда был взрыв в Иране на траурном мероприятии у кладбища, где похоронен генерал Ксир Сулеймани. Там более ста человек погибли. Получается, таким образом Иран втягивает сейчас Соединенные Штаты. То есть, таким образом он ответил на этот теракт. А если кратко, я все-таки фиксировал, что американцы качают Иран долго и упорно через протесты, через теракты. Я думаю, что Иран-то тоже, вежливо говоря, заметил. И пошел по принципу, что называется, Владимира Путина. Давайте ударим первыми. Коль уж драки не избежать. А в Иране, видимо, стали понимать, что драки уже не избежать. И первыми затянули только демократов и Байдена на Ближний Восток. При том, что Байден и демократы туда втягиваться категорически не хотели. И Трамп теперь, если он победит, он будет заложником уже того расклада, который будет к моменту итогов выборов. И у Трампа в определенном смысле руки будут немножко подсвязаны. Так что в этой части Иран поступил, я думаю, разумно. Там же еще есть Ливанская Хизбалла, которая тоже атакует тот же Израиль время от времени. Ну, слабенько. Но, тем не менее, тем не менее, большая война, у нас меньше минуты остается, большая война на Ближнем Востоке все-таки возможна, получается. К сожалению, все-таки она очень возможна. И, кстати, заявление министра обороны Израиля незадолго до сегодняшней эскалации, что Израиль даст жару Хизбалле все-таки. То есть он же заявил, что они готовы к полномасштабному конфликту с Хизбаллой. Я думаю, говорит о том, что американцы предупредили израильтян, что они готовят вот это вот все. Да, большая война возможна. Продолжение следует...